Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видео мастер-класс по вязанию сумочки из полиэфирного шнура. По размеру сумочка получилась высотой 26 см, шириной 32 см и ширина донышка 12 см. Субтитры сделал DimaTorzok В описании под видео я оставлю ссылки на магазины, где можно приобрести материалы для вязания сумки. Подписывайтесь на мой канал и мы начинаем вязание сумочки. Материалы для вязания шнур LaceLine полиэфирный, толщина 2 мм, но как по мне, то это больше похоже на 1 или 1,5 мм. Тонковатый шнур, но вяжется очень приятно. Крючок номер 4, крючок номер 2,5 или 3. Полукольца 4 штуки, размер отверстия 20 мм, магнитная кнопочка пришивная диаметром 18 мм. Пластиковая канва продается листами 60 на 40 см и размер отверстия 4-5 мм. И для ручки я использовала вот такой прозрачный пищевой шланг, диаметр его 8 мм, нам понадобится 50 см. Начинаем вязание. Оставляем короткий кончик, набираем цепочку воздушных петель 51 петля. Основное полотно мы вяжем всегда крючком номер 4. Тонкий крючок будем использовать только для провязывания в отверстия канвы. Продолжение следует... Набрали цепочку, 51 петля, длина получается примерно 30 см. Вяжем первый ряд. Первую петельку пропускаем, вводим крючок за заднюю полупетельку второй петли и провязываем столбик без накида. Продолжаем вязать до конца ряда всего 50 столбиков без накида. Продолжаем вязать до конца ряда всего 50 столбиков без накида. Продолжаем вязать до конца ряда всего 50 столбиков без накида. Мы закончили, связали первый ряд. Далее вяжем второй ряд. Вначале нам нужно кончик нити поднять наверх, чтобы спрятать его внутри петель второго ряда. Также в конце каждого ряда мы делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. Вяжем следующий ряд, вводим крючок за обе полупетельки, кончик нити придерживаем внутри и провязываем внутри петель. И продолжаем, вяжем столбиками без накида всего 50 столбиков без накида. Закончили, связали второй ряд, получается 50 петель и все остальные ряды вяжем точно так же. Начинаем третий ряд, вводим крючок за обе полупетельки и провязываем столбики без накида, 50 петель. Итак, мы вяжем до конца третьего ряда и продолжаем вязать в высоту всего 46 рядов. Мы закончили, связали 46 рядов. Ширина получается 30 см и высота здесь может немножко варьироваться. У меня получилось примерно 24 см, но если немножко полотно потянуть, то высота будет больше. Далее мы будем вырезать вот так из конвы необходимый нам размер. Ширина 30 см. И также здесь у меня ровно 50 отверстий по количеству петель на вязаном полотне. И высоту я взяла немножко больше, чем у вязаного полотна, примерно 24,5 см. И количество отверстий здесь меньше, чем у меня количество рядов. Не 46, а меньше. Теперь мы прикладываем вязаное полотно поверх конвы и нам нужно провязать по краю эти две детали вместе. Для этого я беру крючок номер 2,5 или 3 см. Делаем одну воздушную петельку. Далее прикладываем полотно поверх конвы и провязываем столбиками без накида. Вводим крючок за первую петельку в последнем ряду и в отверстие на конве. И провязываем столбик без накида. Итак, продолжаем. Вяжем до конца этого участка. Нам нужно использовать все петли в этом ряду на вязаном полотне и все отверстия на конве. И провязываем всего 50 петель. Продолжаем. Теперь вяжем по короткой стороне. Здесь у нас количество петель больше, чем количество отверстий. Поэтому в некоторые отверстия мы провязываем по 2 столбика без накида. В начале делаем одну воздушную петельку. Затем вводим крючок в пространство между рядами и вяжем столбиками без накида. Здесь нам нужно связать 45 столбиков без накида. И, как я уже говорила, количество отверстий меньше. Поэтому в некоторые отверстия вводим крючок и вяжем 2 петли. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь переходим на другую сторону. Здесь провязываем 50 петель и затем по этой стороне еще 45. И вот мы закончили. Обвязали всю стенку сумки. И у нас получается вот такой прямоугольник. Кончик нити отрезаем и закрываем последнюю петлю. Полиэфирный шнур на кончике можно слегка опалить, чтобы ниточка не распускалась. Давайте измерим. Получается высота 25 см. И ширина 31,5 см. Теперь нам нужно связать точно такую же вторую деталь. Далее мы вяжем боковинку. Набираем 18 воздушных петель. Вяжем первый ряд. Пропускаем одну петлю. Начиная со второй петли вяжем столбиками без накида 17 петель. Закончили. В конце делаем воздушную петельку и кончик нити поднимем, чтобы спрятать его. Во втором ряду вяжем точно так же 17 столбиков без накида. Продолжение следует... продолжаем вяжем третий ряд и точно так же провязываем 17 петель и вообще нам нужно связать таких 142 ряда продолжаем вязать до конца ряда и в высоту 142 ряда мы закончили связали 142 ряда по 17 петель в каждом ряду ширина детали получается 11 с половиной сантиметров теперь я подготовила канву длина 30 сантиметров и здесь у нас 50 отверстий и ширина 11 сантиметров и здесь у меня и 17 отверстий теперь давайте посмотрим мы будем вязать с вами вот в эти отверстия между рядами нам от края нужно связать 46 петель затем маркером я отметила первую петельку донышко и вторым маркером последнюю петельку донышко это 50 петель в этом месте мы будем с вами провязывать вместе с конвой и далее мы продолжим провязываем еще 46 петель до верха обратите внимание что здесь маркеры стоят напротив друг друга то есть ровно 50 петель с обеих сторон и они должны располагаться одинаково сим делаем одну воздушную петельку и затем продолжаем вяжем столбиками без накида 46 петель закончили связали 46 петель теперь мы можем взять крючок потоньше и вяжем вместе с конвой следующие 50 петель это место что здесь в в в в в в провязываем оставшиеся 46 петель итак мы с вами провязали одну сторону теперь переходим на другую сторону делаем воздушную петлю и вяжем 17 столбиков без накида переходим на другую сторону делаем воздушную петельку и точно так же как с противоположной стороны провязываем 46 петель итак продолжаем здесь 46 затем 50 и еще 46 опять делаем воздушную петельку и провязываем оставшиеся 17 петель теперь отмечаем петли здесь у нас были воздушные петли по бокам на углах их мы отмечаем затем вот эту всю сторону мы будем провязывать вместе с боковиной и здесь на этой стороне отмечаем еще одну воздушную петлю на углу итак у нас здесь получается 142 петли и здесь у нас тоже 142 петли нам нужно их вместе соединить вот таким образом мы прикладываем две детали вместе друг другу так чтобы у нас боковина была перед основной деталью и начиная с угловых петель которые у нас были воздушными петлями вяжем столбиками без накида через две детали и провязываем в начале первый участок до угла и затем остальные участки так чтобы соединить всю сторону сумки с боковиной итак итак мы закончили вот так мы провязали одну сторону теперь кончик нити отрезаем и прячем его внутри петель последнего ряда точно так же мы присоединяем вторую сторону сумки к боковине новой рабочей нитью итак как не и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Оставляем длинный кончик 20 см, набираем цепочку 40 воздушных петель. Вяжем первый ряд, пропускаем одну петельку и начиная со следующей петли провязываем столбиками без накида 39 петель. Продолжение следует... В конце каждого ряда делаем воздушную петлю для подъема следующего ряда. И во втором ряду вводим крючок за 2 полупетли, вяжем точно так же 39 петель. Итак, мы с вами продолжаем до конца второго ряда и всего надо связать 7 рядов. Закончили, связали 7 рядов по 39 петель. Получается длина 25 см. Теперь мы отмеряем 25 см прозрачного шланга для ручки, который у нас будет идти внутри вязаного полотна. И отрезаем. Прикладываем шланг внутри ручки и провязываем по краю столбиками без накида. Продолжение следует... Теперь нам нужно отрезать ниточку. Оставляем 20 см. Закрываем последнюю петлю и теперь мы присоединяем полукольца к ручке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте посмотрим на нашу сумку, как мы будем присоединять ручку к сумке. Вначале мы провязываем здесь по боковой стороне. А здесь давайте я покажу, сколько петель. От начала ряда отмечаем 12 петель. Далее на следующие 5 петель мы будем присоединять ручку. Их я отметила маркерами. Между ручками 16 петель. Далее еще 5 петель для второй ручки. И 12 петель до конца ряда. Здесь мы вначале делаем воздушную петлю. Затем крючок вводим ровно в середину петли галочки. И вяжем столбиками без накида. 18 столбиков без накида. Продолжение следует... Здесь на углу мы провязываем одну петельку прямо надо швом. Затем одну петлю в промежуток между двумя частями сумки. И затем уже продолжаем вязать в петли на одной из сторон сумки. Вяжем точно так же столбиками без накида. И крючок вводим в середину петли галочки. Теперь на следующие 5 петель мы привязываем полуколечко. Провязываем крючком через полукольцо столбиками без накида в петлю галочку. Вяжем крючком. Продолжение следует... Давайте далее продолжаем самостоятельно. 16 петель и на следующие 5 петель вторая сторона ручки. И вот мы с вами закончили. Провязали до конца ряда самостоятельно. Теперь переходим на другую сторону. Здесь мы вводим крючок в промежуток между половинками сумки. Вяжем столбик без накида. Затем еще одну петельку над швом. Далее 18 столбиков без накида по боковой стороне. И теперь мы продолжаем. По такому же принципу вяжем вторую сторону сумочки. Прикрепляем вторую ручку. Вот я прикрепила вторую ручку. И нам осталось с вами связать еще один ряд. Вводим крючок только за одну полупетельку и провязываем соединительными столбиками. Так продолжаем вязать до конца ряда. Закончили. Связали последний ряд. Кончик нити отрезаем, закрываем последнюю петлю и прячем ее внутри петелек. Вот такая сумочка у нас получается пока. Также я решила сшить подкладку. В описании под видео я оставлю ссылку на другой видео мастер-класс, где вы можете посмотреть, как сшить подкладку для такой модели сумки. И также я пришила магнитные кнопочки. Для этой сумки я решила использовать по две магнитные кнопки и пришивала их прозрачной мононитью. И вот моя сумка полностью готова. Мы можем ее носить в таком расправленном виде. И также мы можем спрятать боковины вовнутрь сумки. Давайте измерим нашу сумочку. У меня получилась ширина 32 см и высота 26 см. А также измеряем глубину. Получается 12 см. Надеюсь, вам понравился этот видео мастер-класс. Отмечайте меня под ваши мои фото в инстаграме. Всего хорошего. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...